Мы узнаем, кто такой Бог через откровение, которое Он дает нам в своих именах. В сегодняшней программе «Узнавая еврейского Иисуса» мы будем говорить, как Бог открывает людям свое священное имя Яхве Шалом. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Да благословит вас Бог и шалом, я Равин Шнайдер. Добро пожаловать на очередную программу «Узнавая еврейского Иисуса». Некоторые из вас смотрят все программы этой серии, в которой я говорю о еврейских именах Бога. На самом деле это не просто еврейские имена Бога, это имена Завета. Если мы посмотрим Ветхий Завет на иврите, мы называем его Танах. И когда мы видим, что Бог называет Себя Яхва, Он связывает свое священное имя со спасательной функцией, которой Он служит Своему народу. Я не стану сегодня делать обзор, но вдохновляю вас прослушать всю серию. Лишь упомяну, что в нашей прошлой программе мы говорили о священном имени Бога Яхве Макадеш из книги Левит 20 главы, где Господь говорит «Освящайте Себя и будьте святы, ибо Я Яхве Макадеш, Господь, освящающий вас». Мы говорили о том, что Бог сверхъестественным образом участвует в жизни Своего народа, и Он преобразует Своих людей в подобие Сына Его. Он делает это независимо от нас, но в сотрудничестве с нами. Поэтому в книге Левит 20 главе, прежде чем представить себя им как Яхве Макадеш, Он призывает «Освящайте себя и будьте святы». Прежде чем мы перейдем к следующему Божьему имени Завета, я хочу дать вам еще одно местописание, связанное с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Предлагаю вам вместе со мной открыть вторую главу второго послания к Тимофею. Задумайтесь о том, что здесь написано в свете того, что я сейчас вам сказал. Это слово Божие. Это то, что Павел говорит Тимофею в своем послании. Мы увидим ту же самую концепцию. Бог будет призывать нас отделиться для Него от этого мира и отвергнуть всякое нечестие. И в процессе мы переживем сверхъестественное изменение и принесем Ему много плодов. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похоти убегай, а держись с правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. В Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в подсчетном, а другие в низком употреблении. Отчего же зависит, какой плод вы принесете, в 30, 60 или 100 крат? От вашего сотрудничества с Богом, дорогие мои. Вы помните, что Иисус говорил, что вы сможете принести плод в 30, 60 и во 100 крат? Так что же определяет то, во сколько крат будет ваш плод в 30, 60 или во 100 крат? Возлюбленная, от вашего сотрудничества с благодатью Божией. Поэтому в заключении предыдущей темы, я хочу вам сказать, что могущество Божие действует в нас, но Бог желает активировать, высвободить в нас силу. И Он ждет, чтобы мы открыли свое сердце, сказали Ему «да» и стремились быть Ему послушны, отвергая пути этого мира, которые нас развращают. Когда мы говорим Ему «да», Он высвобождает силу, и мы преображаемся в подобие Его Сына. И мы сможем приносить Ему все больше плодов. По Его возвращении Он будет раздавать нам награды по делам нашим, которые мы совершили по Его благодати. Посмотрите всю серию. Я говорил об этом более подробно в прошлой программе. И сегодня мы продолжаем нашу серию о Божьих именах Завета. Мы поговорим о Божьем имени Завета, Яхве Шалом. Вы все рано или поздно в своей жизни слышали это слово «шалом». Это, пожалуй, самое известное еврейское слово. Сегодня в Израиле слово «шалом» используется по-разному. К примеру, мы приветствуем друг друга, говоря «привет» или «здравствуйте», но в Израиле они приветствуют друг друга словом «шалом». Зачастую, уходя, они тоже говорят друг другу «шалом». То есть слово «шалом» используют как для приветствия, так и для прощания. Но библейский смысл слова «шалом» намного глубже. Библейский смысл слова «шалом» несет в себе концепцию целостности, совершенства, восстановления, полноты на уровне духа, души, разума и тела. Яхва, наш Спаситель, заключил со своим народом завет мира, завет шалома. Одно из самых известных еврейских благословений пришло к нам из книги чисел. Называется оно «Благословение Аарона». Многие из вас его слышали. Те, кто смотрят нашу программу, слышат от меня это благословение в конце каждой программы. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и будет милостив к тебе, да обратит Господь к тебе лицо свое и дарует тебе мир». Какое еврейское слово означает «мир»? «Яхва, ваш Отец, вошел с вами в завет шалом». То есть Он хочет, чтобы Его дети пребывали в полноте мира. Он желает нас полностью восстановить, чтобы мы были в состоянии божественного мира в духе, душе, разуме и теле. Мы можем за что-то молиться и не быть вполне уверены, что молимся по воле Божией. То есть вы можете молиться о работе, можете хотеть получить эту работу, но при этом вы не вполне уверены, что это воля Божия для вас. Вы можете молиться об этом, и, возможно, Отец ответит на вашу молитву. А может, у Него какие-то другие планы. Библия говорит «как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». На какие-то наши просьбы и молитвы Бог может ответить, а на какие-то и нет. Нам даже на пользу, что Он не отвечает на все наши молитвы. Но, молясь за то, чтобы Он привел вас в Его шалом, чтобы вы переживали великий мир, будьте уверены. Он ответит «это воля нашего царя Яхвы». «Воля, чтобы Его народ имел великий мир». Он говорит Своему народу «Я есмь ваш покой, ваш царь покоя». Яхве шалом! Многие из вас сейчас ощущают, что Бог привлекает вас к себе. Я хочу, чтобы вы знали, вы ощущаете это, потому что Бог любит вас. Он живой. То, что вы ощущаете, это Его Дух, который манит вас к Нему. Бог, Отец, так возлюбил нас с вами, что послал Иисуса в этот мир, чтобы вернуть нас к себе. Иисус сказал, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Отец любит вас. Он создал вас и желает ввести вас, ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы хотя бы немного ощущаете сейчас Дух Божий, Он вас призывает внутри, чтобы вы обратились к Богу. Не сопротивляйтесь. Если то, что я говорю, находит отклик в вашем сердце, преклоните колени пред Богом. Не то чтобы это работало только на коленях, но в вашем разуме. Этот момент будет запечатлен. Я прошу вас отдать вашу жизнь в руки Иисуса Христа. Я прошу вас зайти на сайт, адрес которого указан на экране, в раздел «Найти Иисуса», чтобы получить нужную информацию. Вы приняли самое важное решение в своей жизни, не сомневайтесь. Я люблю вас, и самое главное, Иисус любит вас. Мы возвращаемся к сегодняшней проповеди. Священное Божие имя Завета Яхвашалом мы видим в книге Судей. В книге Судей израэлитян угнетали мадионитяне. Однажды Гедеон уявился ангел Господень. Гедеон говорит, если это Господь, если я нашел благоволение в глазах Господа, то почему Господь позволяет, чтобы с Его народом так поступали? И где чудеса, которые происходили во времена Моисея? Это так похоже на нас сегодня. Мы говорим, Боже, если ты есть, если ты любишь меня и любишь свой народ, почему ты допускаешь все это зло? Где твоя сила? Где твои чудеса? Давайте посмотрим, что говорится в 6 главе книги Судей с 11 стиха. Тут написано «И пришел ангел Господень». Многие верят, что речь идет о самом Иешуа. Послушайте Слово Божие. «И пришел ангел Господень и сел в офре по дубам, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Гидеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши?» «Говоря из Египта, вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, возрев на Него, сказал, «Иди с эту силою Твоею и победи мадианитян». Это одна из причин, почему мы можем полагать, что это был Господь Иисус, прежде чем Он пришел на землю воплоти. Тут сказано, «Господь, возрев на Него, сказал». Еще раз хочу заострить ваше внимание на этом 14-м стихе. «Господь, Яхве, имя Его, возрев на Него, сказал, «Иди с эту силою Твоею и спаси Израиля от руки мадианитян». Я посылаю тебя». Далее мы идем на 17-й стих. Гидеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами Твоими», то есть Бог доверил Гидеону ответственность, но он все еще сомневается. Он в замешательстве, в неверии. Ему нужно, чтобы Бог убедил его. И вот что он говорит в 17-м стихе. «Если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе, и не принесу дара моего, и не предложу Тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения Твоего». Он просил у Бога дать ему знамение, когда он принесет ему жертву. Он ожидал от Господа сверхъестественного чуда. А далее 19-й стих. «Гидеон пошел и приготовил козленка и опресников из ефа муки. Мясо положил в корзину, а похлебку вылил в горшок и принес к нему под дуб и предложил». И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресники и положи на сей камень и выли похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресникам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресники, и ангел Господень скрылся от глаз его. «И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон, «Горе мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господа. Когда вы видите слово «Господь» с большими буквами, это означает, что в оригинале стоит слово «Яхве» — священное имя Бога. И далее в 24 стихе говорится, «И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его и Его Вашалом». Итак, Гидеон был напуган. Он тревожился и недоумевал, где же Бог чудес, почему враги угнетают народ израильский. Но пришел Яхве и принес Гидеону уверенности мир. Бог Яхве заключил с нами через Иисуса завет мира. Бог желает принести своему народу мир. Это Его воля вовеки. Никогда в этом не сомневайтесь. Если вы будете постоянно молиться Отцу, чтобы Он давал вам свой мир, то я вам гарантирую, если вы настроены серьезно, если вы посвящены Богу и говорите Ему «Да», если вы стремитесь все преодолеть и отвергнув Себя нести Свой крест, то обещаю, Церковь, Бог Отец, укрепит вас своим миром. Он даст вам покой. Иисус сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Я сам страстно желал иметь Божий мир. Я усиленно молился об этом. Послушайте, вы услышите очень необычную историю. В своей молитве несколько лет назад я делал большое ударение на том, что просил Бога дать мне больше мира, укрепить меня через Его мир. Я делал акцент на этом в своей молитве где-то около года. Однажды ночью Бог послал мне сон от Него. Бог редко говорит мне через сны, но это был один из тех случаев, когда Отец Бог, Царь Иисус, явился мне в моем сне. Поэтому я называю эти сны, сны от Бога. Именно об этом говорил Петр во второй главе книги Деяний, когда цитировал Иоиля. «Господь изольет от Духа Своего на всякую плоть, и в результате Бог будет обращаться к нам через сны». Не все сны от Бога. Иногда это просто переработка и анализ у нас в голове, происходящий в нашей жизни. «Иногда враг может атаковать нас через сны, но есть сны от Бога». И это был сон от Бога. Итак, я целый год усиленно молился о мире Божьем, и вот я уснул. Во сне я очутился в густом лесу. Это был прекрасный зеленый лес. Этот прекрасный тропический лес был окружен большими скалами. Я находился в центре леса, но по периметру леса его окружали огромные скалы. Это были прекрасные глыбы скал с крутыми отвесами. Они превращали этот лес в священное место. И на скалах, окружающих лес, посреди которого я стоял, рос прекрасный зеленый плющ. Представьте, я стою в изумительно тропическом лесу со всей его чудесной атмосферой, а скалы, окружающие лес, превратили его в чудесное священное место. Когда я стоял в этом потрясающем густом лесу, вдруг меня начал наполнять удивительный Божий мир. Это было обилие мира. Мне сложно это объяснить. Это было одно из самых эмоциональных переживаний Бога в моей жизни. Я на эмоциональном уровне ощущал Божий мир, наполняющий меня все больше и больше. Эти волны мира были совершенно сверхъестественным явлением. Этот мир не зависел от обстоятельств вокруг меня. Я переживал на себе, как мир от Бога, Яхва, волнами прокатывался по мне. Когда это продолжалось, я почувствовал, что Дух Божий ведет меня к центру леса, где стоял простой деревянный столик для пикника. Это был очень простой столик, но во сне я точно знал, что этот столик означал Божие обилие, его совершенный избыток. Итак, Дух Божий вел меня в центр леса, где стоял столик для пикника. Я знал, что там я смогу ощутить еще больше Божьего мира. И в то время, как я подходил все ближе к центру леса, я вдруг почувствовал прямо у себя под носом острый запах пиццы. Это была самая ароматная и аппетитная пицца, которую я только мог себе представить. Ощутив этот прекрасный аромат пиццы, во мне сразу же проснулся голод. Мой аппетит возрос, и мои мысли разделились. Потому что, с одной стороны, я так долго молился, чтобы пережить Божий мир. И сейчас Отец изливает на меня свой мир. И Он ведет меня глубже в лес, где я могу пережить Его сверхъестественный мир еще больше. Но в то же время, у меня проснулся мой плотский аппетит, когда я почуял запах пиццы. И вот тогда, в тот момент, мои мысли разделились. Я не знал, что у меня делать. И во сне я начал спрашивать себя, так что же мне нужно делать? Стоит ли мне идти еще глубже в лес, или все же вкусить этой пиццы? Я подумал, почему бы сначала не вкусить немного пиццы, и потом идти глубже в лес? И как только я так подумал, я проснулся. Моя встреча с Богом закончилась. Я сел у себя на постели, и я опечалился. Что же я наделал? Зачем я променял Божий мир самое прекрасное переживание Бога, которое я вообще имел в своей жизни на тот момент, я променял его на кусочек пиццы. Я вскочил с постели, встал на колени и сказал, «Отец, прости меня, пожалуйста, как я мог такое сотворить? Мне очень жаль, я больше так не буду». Я сказал, «Господь, я лягу спать, помоги мне снова очутиться в этом сне, дай мне еще один шанс, возлюбленная. Знаете, что произошло? Я больше не видел этот сон, он не повторился. Утром я проснулся печально от того, что сотворил. Я сел и начал просить у Бога прощения. Я спросил его, почему так произошло? Может, это дьявол пытался украсть у меня Божий мир? Или ты, Господь, специально хотел мне что-то показать через этот сон? Был ли это твой замысел? Даже если именно дьявол подступил ко мне с ароматной пиццей, чтобы не дать мне пережить полноту Божьего мира, я все равно верю, что ты, Боже, специально послал мне этот сон. Что ты хотел мне показать? Вот какой ответ от Бога я для себя получил. Если вы хотите иметь больше мира, вам нужно отвергнуть себя и свою плоть. Потому что если вы будете питать свой дух и отвергать плоть, вы будете созидаться Духом Святым, наполняться миром. Но питая свое плоть, вы будете наполняться всем мирским, и это не принесет вам мира. Я здесь, чтобы сказать вам, что когда вы берете пост от мирских вещей, от телевидения, соцсетей, мирской музыки, или идете в пост, отказываясь от пищи, или от определенных отношений, если вы молитесь, чтобы питать ваш дух из любви к Богу, то Яхве Шалом наполнит вас своим миром. Если вы будете сеять в дух, то от духа вы пожнете любовь, радость и мир. Яхве Шалом любит вас, возлюбленные, и он желает даровать нам с вами больше себя. А напоследок я хотел бы дать вам самое красивое Божие обетование о том, что бывает, когда мы почитаем Бога своими финансами. Я прочту притчи, 3 глава, 9 и 10 стихи. Откройте свое сердце и послушайте эти слова. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих и наполнятся житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином. Это обещание. И когда мы почитаем Господа своими финансами, Он отвечает на это сверхъестественным благословением наших обстоятельств. Если вы верите в это, если вы чувствуете, как Дух Святой стучится сейчас в ваше сердце, то сделайте свое лучшее приношение Господу через наше служение. Спасибо за вашу помощь, Божих вам благословений. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогая Синтия, я чувствовала себя одинокой, почти невидимкой. Бог стал моим лучшим другом. Когда сегодня я прочитала твою новостную рассылку, слова из «Песни-песни» и второй главы проговорили мне прямо в сердце. Это было так сильно и так нежно. Спасибо тебе, что ты чувствительна к тому, что говорит тебе Дух Святой. Джун из Нью-Джерси. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok И продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Шалом» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok